Моя позиция очень простая. Я думаю, что можно ее сравнить с чашей весов. Вот эти кто-то, кто говорит, что это неправильно, это десятка, два, три человек. Да, там Меркель, Обама, Порошенко и там еще кто-то. Это вот все. Их больше-то нет. Это вот политики. А вот те, кто говорит, что это правильно, это миллионы человек, миллионы, которые захотели жить вот так. И они вправе на это. По конституции, потому что они люди, они быдло. Их нельзя загонять в рамки той или иной границы. А загнали, вот вам, пожалуйста. Если сегодня на Украине продолжается идти практически, я не знаю, это гражданская война, то это только по одному, что вот эта горстка чиновников от политики, которые сами захватили власть, не самым правильным образом, на сегодняшний день просто не хотят услышать обыкновенных людей, которые говорят, ребят, мы хотим жить вот так, мы хотим. Мы просто хотим. Поэтому как только вот этот десяток людей услышит вот этих миллионов и сядет за стол переговоров, мы быстро все решим и по Крыму, и по санкциям, и по всему остальному. Потому что санкции на сегодняшний день бьют не только по нам, они бьют по всему миру. И опять же, сотни миллионов людей, которые говорят, да хватит уже, у нас сады простаивают, мы там не можем, мы тут свернулись. Почему? Потому что десяток политиков решили поиграть на этой теме. Не надо, нужно думать о людях, прежде всего. Я не знаю, кто и как ненавидит нашего президента, не знаю. И то, что они там говорят и стращают нас, но они стращают не его лично, они стращают многомиллионную страну. И сегодня их вот этими страхами и их санкциями кое-кому стало жить труднее. Вот если бы они об этом задумались, все стало бы на свои места. Многие детки сегодня плачут только потому, что Обама и Маркель решили поиграть в некую игру с Порошенко. И дальше будут плакать продолжать, пока политики не одумаются и не начнут думать о людях и слушать людей. Вот я так думаю.